СЕРАФИМОВСКОЙ МИНЕРАЛЬНО КЛАБИЩЕ Приехали на Серафимовском Минеральном Клабище. Надо считать очень, очень, очень. Директор Клабища, ну, понятно. Там деньги. Он услышал. Говорит, знаешь что, скажу честно. Два места моих, они стоят миллионы рублей. На Центральной Америке. Одно отдаю солдатам. От храма до могилы метров 800, наверное, километров. Подогнали тележку, группу, все. Какой-то там останков. Ребята, феорканцы. Говорят, нет. Мы своих носим на руках. Наши программы, наши повестки. Это поиск соотечественников. А фотографии я вам еще больше... И, кроме, вместе с этим, вы прибавили наши возможности. Увеличили. То есть, вы нам объяснили, что есть возможность получения, обработки материалов и получения материалов по генетическому исследованию населения. Для нас это очень важный момент, чрезвычайно важный момент. Значит, мы таким образом получаем инструмент и получаем лабораторную обработку. Результат. Вот Гератом брал одного, который претендовал на то, что он наш лучший солдат. Солдат-узбек, который по-узбекски почти не говорит, как сказал. Это у него с головой проблема очень серьезная, но он не раскалывается. Он выдает много информации из биографии того солдата. Я взял профиль. Проявили. Он очень российский паспорт хотел, наверное. Он потом там начал говорить, что он то еврей, то католик. А семья в инспекции – это мусульман сунди. Поэтому в этом плане, в нашем, нужно юридически догадать. Не просто заявил, что нужно доказывать. Очень важный момент теперь. То, что мы получаем от нашего востоковеда. Мы получаем очень важную струю в экспедиции. Это исследование этнографическое, исследование местного населения на том самом необходимом научном уровне, который только и возможен. Мы из этого научного уровня получаем и материалы для фильма, но это уже грамотные материалы, без каких-либо фольк-хистори, выпадок, без каких-либо натянутых, специфических, так скажем, спекулятивных высказываний и каких-то движений. И получаем основу для серьезных исследований академических. Например, недавно мне попал в руки сборник этнографической статьи начала 60-х годов. И в одной статье рассмотрен, например, Народный театр нористанцев. По широкому кругу лиц эта тема вообще неизвестна, а это может казаться чем-то чрезвычайно новым и неизвестным. С другой стороны, об этом написано еще в начале 60-х. Таким образом получается, что тема и известна, и неизвестна. С другой стороны, примитивно к каждой теме, нужно поднять такой вопрос, насколько это живо сейчас и в какой форме. Поскольку могли старые читы исчезнуть, новые появятся, какие-то вещи могли сохраниться практически без изменений. Вот, проходя по пунктам, по списку, можно рассмотреть все нюансы жизни местного населения в том объеме, в каком их удастся понаблюдать. В общем, это не другая обстановка, но можно посмотреть, как могут соформляться. Это в каком году немцы? 35-й. То есть, это экспедиция была от третьего рейха? Да. Да, непосредственно. Вот, два тома. Один более популярный, другой с картами, там типовая карта, она не расчершена, что полагается. То есть, жители центральной гендукоши, как, может быть, аборигены. Ну, там, на самом деле, в регионе сложная история, поскольку сами нарезанцы там живут тысячу, максимум полторы тысячи лет и несколькими волнами заселивались в процессе убегания от исламизации. То есть, сами нарезанные предки нарезанцы жили на равняне, на самом деле. Вот, а дарды, как раз таки, были тем самыми аборигенами, которые наслоились еще на до-индоевропейское население. Таким образом, это имя калаша, оно может быть даже до-индоевропейским по происхождению, и, в общем, история очень запутная. Социальный момент различный. Например, насколько сохраняются у них доисламские имена, насколько у них существуют фамилии собственные, поскольку большинство нарезанцев имеет фамилию нарезанину, кроме этого есть другие фамилии, как и пуштунские. Например, представителя, ну, как правящего рода, так скажем, у него фамилия Гарзай. То же самое, что Кокзар, но только пуштунские, как это было. Сын Гор. А в то же время другого родственника фамилия Пармач – это нарезанское слово, вроде титула, как «достойный человек, богатый человек, дающий перы». У третьего фамилия просто нарезанине, бывший губернатор провинции, тоже с ним на связи. И все они родственники, это, наверное, байронных тройных братьев, у всех разные фамилии. Опять-таки, используются фамилии арабского происхождения, персидские, пуштунские, собственные. Ну, понятно, статистику полную даже на пару тысяч человек сложно собрать, но хотя бы упоминание разобрать интересно. Тоже касается и личных имен. Музыка также. С одной стороны, можно подумать, что после джихада, как они называют, 80-е, такие культурные моменты могли стереться сильно. Но нет. В сельских районах музыка вполне себе процветает. И делаются традиционные инструменты, не забыты технологии производства. В Кабуле дома можно увидеть некоторые экземпляры, а в долинах, в принципе, эти песни исполняются. Разбираем материалы еще. Вот есть публикация по Чехословацкой экспедиции 70-х годов. Ну, тоже можете посмотреть. Мы уже в ходе подготовки, в ходе самой экспедиции будем по-любому взаимодействовать с официальными государственными органами, с органами, которые на местах находятся. Там в деревнях какие-то главы этих властей, деревень, вилоятов. Поэтому, если говорить про наши здесь органы, контролирующие все, визы и все остальное, то, конечно, нам в этой неделе оказала большую помощь РГО. Если вот наша заявка пройдет, если да, мы получаем добро, то с точки зрения нашего государства мы получаем официальное признание и официальную помощь, в том числе в получении виз. В получении виз как? То можем уже официально просить, чтобы направлять бумагу какую-то в посольство, мы получаем там уже визу в посольстве с нашей поддержкой, с поддержкой официальных услуг. А на местах это уже вот как Ренат говорила. Я думаю, вот так надо действовать. То есть идем и следующее звено договариваемся, следующее звено договариваемся, следующее звено договариваемся. В зависимости, под чим контролем находятся эти земли. По-другому там никак. Не получится, чтобы центральное правительство Афганистана чего-то там где-то обеспечивает. Здесь вот с нашим государством мы сами здесь решаем. Вот официально сделали все, официально все. Все документы упорядочены. В районе этого перевала стоит камень с надписью «Поставленный Тамерлан». Который туда дошел, попробовал обратить местных неверных в ислам. Не очень получилось и он ушел. Этот камень мало фигурил в наушных публикациях. По этой книге есть вроде бы. Там непонятно, даже он, не он. Там дали надпись на фотографии представлена. То есть тоже этот объект, сфотографировать было бы интересно. Да и вообще любое место мы с нами представляли этот интерес. Муза Евгеньевна. Вот Вавилов написал. Спасибо. Посмотрите. «Подача с правильной научной позиции гораздо интереснее. Она много более интересна публике будет, чем какая-то фантазийная. Это безусловно. Человек, который грамотно объясняет науку, он много интереснее, фантаста. Я вас уверяю». Все. А в кишлаке молотят палками. Палками молотят. «А муку в камне. Каменная ступка и каменный пес. Кто знает, только понимает. Мне не верят мои друзья. Не верят». «Значит, земледелие произошло изначально оттуда. Потому что осталось…» «Саха деревянная. В ходу». «Да». «Подходит мужчина. Первое. Загорелые – это не до слова. Они шли на солнце. Руки. Это не мозоль, а сплошное. Мозоль такая уже. Он увидел, что я на руки посмотрел. Он говорит, что? Не видел? Я говорю, что вообще-то видел. Я в сельской местности работаю. Вот так вот солнышко встало. Часов-то ни у кого нет. Мула поднимет. «Значит, зарождение земледелия…» «Да самое яркое впечатление…» «Не в Европе, не в Америке, а именно…» «А апрель. Мы приезжали через Таджикистан. Все цветет. Тюльпаны, маки…» «И там же вторая половина июня…» «Пустыня». «Не укладывай, ты говоришь никак». «Совершенно. Мы взяли на реки, на юг. Это один из путей, которым пленных уводили в Пакистан. Это один из путей. А его никто не исследовал. Там хоронили, там пленных держали. Вот даже те, кто вернулся живыми, они оттуда уехали, а сюда не приехали. Они где-то застряли на перепутье. Я был в гостях у Николая много раз, был в Краснодаре, в Усть-Лобинске. В Башкирии был у Юры Степанова. Даже мама его. «Ну что я могу?» Он взял в сей… Сам Юрий ушел. Жена его на ганку. Ушла куда-то. Ну, там… «Чай закрывали». А с мамой разговаривали. «Ну, вы видите все?» «Ну, слава богу, что живой». «Ну, живой там». «Наши одного оставили на дороге». «В то время…» «Одного, да. Ну, это командир-идиот полный, конечно. Такого… Тут не надо объяснять. Так не должно быть никогда. Ну, его оставили. И мне рассказывал об этом. Абдул-Вали, местный пуштун, который брал Виктора в плен. Мы сидели, смотрели, как варш там ворали. А когда он ушла, он… «Машину истерительную». «Подошли, бачар, пойдем». Значит, он один, невысокого роста, автомат в кабине. Абдул-Вали, он молодой совсем был. Командир отряда говорит, «Так, ну, ровесники, давай. Ты будешь у него как наставлен. Учи его языку, Корану учи». Они только подружили. Вот как же… И вот… И вот… В этом Виктора убили уже. Там между… Стычка между собой. После вывода. А у него сын уже родился. Вот сын теперь там живет. Абдул-Валей, опекунь его. Тетя в Харькове живет. Ну, я взял у нее кровь. Я знаю, что тетя есть. Все публикации… Генетики все провели исследование. Да, подтвердили. Абсолютно точно. Род в Харькове. Вы представляете? А Надежда… Она еще младшая эстра… Она еще не старая женщина. Я ей звоню по телефону. Надежда… Где новость? Первое, что… Брат Викторович. Давно у нее обсуждали. Ну, мы догадываемся. Но есть вторая новость. У вас есть племянник. Вот… Эту паузу ни один актер не собирает. Минуты две. Ну, кстати, в России… Молчали абсолютно. Потом она говорит… Знаете, я не могу говорить… А потом я прилетел в Кабул, и мы устроили по скайпу Видеомост. Харьков – Кабул. А наш сын и дочка… И там я… Уж нашел суровый… В кишлаке вырос. Сирота подписчики. Потому что мать вышла, она уж уехала. Смотрю, у него потекло. Он держался. Ну, потекло. Надежда там с Харьковом вообще… В нашем космике, кстати, было. Молодцы наши. В России тоже чуть не падает. Ребята вот пока… Вот трагедия жизни… А, есть какие-то… Это книги, даст мне свободно. И русских институтов. Вот. Ну, я их думаю, не читал. Ребята. 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 Ребята.